Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандистский. В студии работает Саят Балмакаев. В ближайшее время мы познакомим вас с самыми главными событиями, которыми запомнился четверг, 21 февраля. В начале выпуска коротко о главном. 18-летний солдат-срочник найден мертвым в Карагандистской области. Алиби Сапабу призван в декабре прошлого года из Толгарского района Алматинской области. Три года лишения свободы. Такой приговор вынесен в отношении мошенницы, которая собрала у доверчивых карагандистов более 12 миллионов тенге. 18 февраля в Жасказгане скончалась роженица. Также умер ее 7-месячный ребенок. В областном управлении здравоохранения заявили, что спасти жизнь женщины не представлялось возможным. 18-летний солдат-срочник найден мертвым в Карагандистской области. Алиби Сапабу призван в декабре прошлого года из Толгарского района Алматинской области. Служил в войсковой части 65-05 Национальной гвардии. Тело 18-летнего солдата было обнаружено утром 20 февраля на посту по охране учреждения уголовной исполнительной системы. Алиби Сапаб в качестве часового находился на вышке. При нем был снаряженный автомат Калашникова. Что произошло во время дежурства солдата, никто не знает. Командование войсковой части отзывается о срочнике только положительно. Рядовой САПА, находясь на 9-м посту, 7 часов 40 минут совершил суицид путем саморанения из автомата Калашникова в области Подбородка. В период прибытия из Департамента по делам обороны Алматинской области он прошел определенную подготовку, адаптацию на учебном пункте. Определенно прошел ввод в боевую службу, где за ним закрепили оружие. В региональном командовании Орталых Национальной гвардии выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбирается следствие. Тело Алиби Сапаб будет доставлено на родину. Мирам Гульсал Кимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Три года лишения свободы. Такой приговор вынесен в отношении мошенницы, которая собрала у доверчивых карагандинцев более 12 миллионов тенге. За деньги она обещала организовать льготную ипотеку, а также студентов перевезти на обучение по государственному гранту. На скамье подсудимых жительница Караганды. Она обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, женщина предлагала студентам перевестись с коммерческой группы на обучение по гранту, либо поступление в докторантуру. За свои услуги она просила немалые суммы от 100 тысяч тенге и выше. Многие горожане повелись на обещания мошенницы. В общей сложности более 20 человек отдали ей деньги. Среди них и Ассель Турганбаева. Мошеннице она отдала несколько миллионов тенге. Та ей обещала еще и помощь в ипотечном кредитовании. Думала, что она правду говорит, потому что она реально такие доводы приводит. Потому что по магистратуре даже взять не раз были сомнения. Выходили с ней на разговор. Она просто приводила такие факты, вплоть до логина и пароля дам, что вот в универ... То есть она обо всем как бы все в курсе и реально производила впечатление, что она там работает преподавателем. Это мы в ходе следствия узнали, что она вообще не является преподавателем, никакого отношения к Аргу даже не имеет. Стоит отметить, что все действия, которые обещала произвести подсудимая, заведомо являлись незаконными. И если бы эти действия имели место, нарушителями закона вместе с подсудимой уже стали бы и потерпевшие. Об этом было указано в ходе расследования уголовного дела. По итогам судебного заседания подсудимая признана виновной в совершении уголовного преступления. Судя Мородов, приговором Казбийского районного суда города Караганды от 21 февраля 2019 года Орынгазина и Сулу Нуркина признаны виновными в совершении преступления. Преступление при усмотре статьей 190, частью 3, пункта 1 Уголовного кодекса Республики Астан, по которой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Также судом избрана мера пресечения в виде содержания подстражи. И сегодня также она была задержана в зале судебного заседания. Общая сумма ущерба составляет более 12 миллионов тенге. В качестве пострадавших признаны 23 человека. Согласно приговору, осужденная обязана вернуть все деньги. Андрей Тен, Альдин Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 18 февраля в Жасказгане скончалась роженица. Также умер ее 7-месячный ребенок. В областном управлении здравоохранения провели брифинг, на котором заявили, что спасти жизнь женщины не представлялось возможным. Смерть 35-летней женщины и ребенка произошла 18 февраля в здании многопрофильной больницы Жасказгана, куда роженица поступила из дома днем ранее. По информации областного управления здравоохранения, у женщины выявлена сложная патология – разрыв аневризмы почечной артерии. Диаметр аневризмы, который был у пациентки, состоял где-то порядка 1,5-2 см. Вы представляете, что такое 1,5-2 см, когда сосуд такого размера и диаметра лопается, то кровотечение достаточно интенсивное, что и стало причиной смерти у данной пациентки. Эта патология, это осложнение, описанное в литературе, в научной литературе, встречается достаточно редко, но встречается и в общем пулей, когда она встречается, встречается чаще всего у беременных женщин. Ну, имеется в виду, наступает это осложнение. К сожалению, это осложнение было фатальное, и на данном этапе мы не смогли ей помочь, но, в принципе, и не смогли бы, потому что осложнение достаточно серьезное, и кровотечение достаточно массивное, но, к сожалению, скончалось у нас от геморрагического шока. По данным врачей, младенец был уже мертв, когда его извлекли из утробы матери. В настоящее время в обстоятельствах смерти разбираются полицейские в рамках уголовного дела. В ходе брифинга главный врач области продемонстрировал специальное компьютерное приложение, в котором отражены все данные по зарегистрированным беременным женщинам. Ержан Нурлыбаев отметил, что для того, чтобы беременность и последующие роды прошли нормально, необходимо как можно раньше вставать на учет. Беременность, планирование семьи, к этому нужно подходить достаточно серьезно, для того, чтобы тут же речь идет не только о здоровье самой женщины, речь идет о здоровье будущего ребенка. Чтобы ребенок родился здоровым, без каких-то врожденных заболеваний, которые потребуют потом неимоверных усилий от самих родителей, затраты со стороны государства и так далее. Этого всего можно избежать, если подготовиться к беременности. Стоит также отметить, что уровень материнской смертности в Карагандинской области по итогам прошлого года увеличился. По данным Департамента охраны общественного здоровья, в 2018 году в регионе произошло шесть случаев материнской смертности, три из которых квалифицированы как предотвратимые. Системные нарушения были обнаружены в результате проверки медицинских учреждений в Жасказганском регионе после гибели двух пациенток. Андрей Тенжес, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Власти города Шахтинск незаконно отказали предпринимателю в предоставлении земли для реализации инвестиционного проекта. На очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей в региональной палате Атамикен обсудили земельные проблемы. В октябре прошлого года комиссия по вопросам предоставления земельных участков города Шахтинск вынесло положительное решение – индивидуальному предпринимателю Павлу Баранову должны были выделить землю для создания прудового хозяйства. Однако 16 января после экстренного заседания земельной комиссии городские власти бизнесмену отказали. Чиновники заявили, что данный земельный участок не входит в категорию для реализации инвестиционного проекта. Юристы палаты предпринимателя Атамикен считают, что власти Шахтинска как минимум дважды нарушили закон. Со стороны Акимата имеются соответствующие нарушения как земельного законодательства, так и стандартов оказания госуслуг. Поэтому мы считаем, что это грубейшее нарушение со стороны Акимата. Плюс сам отказ мы считаем тоже необоснованным. Но мы по этому вопросу будем обращаться уже в полномочий орган. К участию в работе Совета по защите прав предпринимателей был приглашен заместитель Акима города Шахтинск. Он же и возглавляет городскую земельную комиссию. Нурлан Мажитов заявил, что данный участок власти изначально не хотели предоставлять предпринимателю. Однако в первый раз чиновники оказались в меньшинстве. В первый раз большинством голосов, несмотря на то, что мы были против, а так как преференции могут по закону даваться, именно если это является инвестиционным проектом, поэтому мы были против. Но большинством голосов мы, будем так говорить, на земельной комиссии не смогли этот вопрос доказать. Повторно вынесли, потому что, в принципе, мы в разрез с законодательством действующим шли, поэтому второй раз мы рассмотрели и приняли соответствующие решения. Отсутствие ирригационной инфраструктуры – это еще одна большая проблема карагандинских аграриев. Полностью отсутствует связь с водоисточником, инженерные сети либо разворованы, либо находятся в плохом состоянии. Для ремонта инфраструктуры необходимы большие средства. К тому же такие гидротехнические сооружения не могут находиться в частной собственности. Фермерам на этих землях приходится выращивать зерновые. Но, по мнению чиновников, это является нерациональным использованием земель. А за это полагаются большие штрафы. Сейчас, значит, я думаю, что будет все ужесточаться, потому что сейчас действительно принимаются меры по рациональному использованию земли. И если ты используешь это как неорошаемое, то земля просто изыматься будет сейчас. Это первая, значит, проблема. Вторая проблема, которую сейчас не озвучили, это, конечно, проблема то, что на орошаемые земли налог в 10 раз больше. Карагандинские аграрии просят перевести орошаемые земли в разряд пахотных. В этом может помочь предстоящая инвентаризация земель. По факту определены, что здесь не существует давно уже никаких там, значит, труб, водоемы далеко и так далее, и так далее. То есть она по факту не орошаемая земля. И если там придут выводы о том, что, значит, ну, это специалисты должны определять о том, что эта земля уже не может являться орошаемой, по факту, значит, по состечению времени, там, водоем куда-то ушел, еще что-то и так далее, то тогда этот перевод должен осуществляться за счет государства, а не за счет предпринимателя. Мы на этом будем настаивать, поскольку предприниматель в данном случае он заложником является вот этих вопросов. Участники сошлись во мнении, что эту проблему необходимо решать на республиканском уровне. И для этого правозащитники намерены обратиться в профильные министерства и ведомства. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства являются одними из важнейших. В ходе заседания в областном Акимате обсудили итоги социально-экономического развития Карагандинской области. В энергетике и сфере жилищно-коммунального хозяйства основной проблемой является вынос автономных станций отопления за пределы многоэтажных жилых домов. Речь идет о поселке Агадырь, где все еще не решился вопрос с 11 объектами. «Хотелось бы сказать, что у нас есть проблемные вопросы. Это у нас был вынос особ. Один из особ у нас осталось выносить в поселке Агадыр. На сегодня конкурсные процедуры завершены. Работу по строительству котель мы начнем в конце апреля месяца. На это средства уже предусматриваем. Также в 2018 году было реализовано 4 проекта по теплоснаживым городам Карагандар на общую сумму 5,3 миллиарда деньги. Реализация этих проектов позволила улучшить качество теплоснаживания для жителей около 1500 многоэтажных индулянных жилых домов и 272 объектов СОЦКУЛЬБТН». Обсуждая модернизацию системы теплоснабжения областного центра, глава региона Ерлан Кушанов отметил, что недостаток тепла является серьезным препятствием для развития Караганды. «Первое – это дефицит тепла Нурландий Регбаевич по городу Карагандия. Это самая большая, наверное, проблема, которая перед нами на сегодня стоит. Мы город уже развиваться нам очень сложно, тепла нет. Тепло есть на ТЭЦ-3, профицит, но его надо довести до города. Вот по третьему тепловыводу Ирмагамид Кабдулович не знают, о чем. Сейчас бюджетная заявка. Мы уже готовы, поезде все есть. Можно будет ослышать вдвоем этот вопрос решить». Также в текущем году за счет республиканского и областного бюджетов будет реализовано 20 проектов по строительству и реконструкции водопроводных сетей. Главная цель проводимой работы – увеличение доступа к централизованному водоснабжению до 97% в городах и 87% в селах, а также снижение износа сетей. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 22 февраля во Дворце культуры Горняков состоится отчетная встреча с населением Акима Караганинской области и Ирлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. На очередной ежегодной отчетной встрече глава региона подведет итоги прошлого года. Ответит на вопросы горожан, а также расскажет о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию области на 2019 год. Работают специальные ящики, в которых можно оставить свои замечания и пожелания. Они расположены на железнодорожном вокзале и на рынках города. Кроме этого, работает телефонная горячая линия 42-11-90. В обращениях необходимо указывать свои полные данные, адрес и контактные телефоны. Кроме того, накануне отчетной встречи карагандинцы могут задать свои вопросы представителям управления, госучреждений и коммунальных служб. Для этого во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова проходят Дни открытых дверей. А во время отчетной встречи будут работать телефоны горячей линии 25 20 35, 25 20 99 и 25 21 19. Отчетная встреча главы региона будет транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Акимата Карагандинской области. Она состоится 22 февраля во Дворце культуры горняков в 15 часов. Ушла из жизни, но оставила после себя светлые воспоминания и доброе имя. В память о заслуженном работнике образования Республики Казахстан Лезат Байшевны впервые была проведена областная предметная олимпиада. В ней приняли участие около 80 школьников Карагандинской области. Лезат Байшевна родилась 14 марта в 1928 году. Трудовой путь она начала работая учителем в сельской школе. После она продолжила преподавательскую деятельность в специализированной школе-интернате имени Нурмакова. Именно здесь впервые в этом году прошел конкурс казахского языка и литературы в честь памяти почетного учителя. Лезат Байшевна – великий учитель. Учитель-ветеран. Она посвятила преподаванию всю свою жизнь. Эта олимпиада является одним из важных мероприятий, которые свидетельствуют о важном статусе учителя в настоящее время. У нас в школе есть кабинет имени Лезат Байшиной. Он открылся в 2010 году и до сих пор работает. Конкурс проходил в два этапа. Вначале ученики 9-х и 10-х классов писали сочинения, а затем участников ждал устный опрос. Победители областной олимпиады наградили дипломами, а участник, набравшись самые высокие баллы, отправится в Усть-Каменогорск на республиканский конкурс казахского языка и литературы. Яна Гапонова, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. Телеканал Первый Карагандинский. Пусть ваши новости всегда будут хорошими.